Всем йоу, народ, с вами Сильвияс. У меня для вас отличные новости. Одну из них вы у себя видите сейчас на экранах. Это не я, это патчноут на русском языке. В общем-то, в этом видео мы будем говорить о том, что нам ждать в версии 2.4, какие будут персонажи, рераны и так далее. Я напоминаю, если ты новичок, ссылочка на плейдизе новичка находится в описании. Там ты найдешь всю актуальную информацию для того, чтобы войти в эту игру и играть в нее. И так как сейчас в будущем, скорее всего, близко очень русский язык, то новички подтянутся. Если у тебя будет друг, к примеру, какой-нибудь, который не знал, что в этой игре делать, скидывай ему плейлист, он все поймет. И также там же в описании находится ссылочка на Twitch. Там проходят стримчики теперь, и мы там смотрим анимешечки и прочую интересную штуку. В общем, ладно, с пиаром закончим. Что это такое? Это, по сути, по сути, я сомневаюсь, что это троллинг от разработчиков, типа, знаете, а давайте мы им почнот переведем, чтобы они вот подумали, что мы им русский язык хотим впихать. Нет, скорее всего, это, вероятно, начало локализации или уже поставленная локализация, которая будет накачана на игру в версии 2.4. Я напоминаю, версия 2.4 выходит 30 марта, то есть, по сути, менее чем через неделю. Так что все, кто ждал русский язык, скорее всего, его получат. Я надеюсь, будут играть в свое удовольствие. Также в этом обновлении, в этом патчноуте, теперь уже на русском языке, мы можем посмотреть, что на обновление 2.4 запланирована лайн, которая выйдет также вместе с обновлением на 20 дней, и кар, и фиона. Рубилии в этом дополнении не будет, но после дополнения 2.4 должно идти дополнение 2.5, вторая версия, версия 2.4. Что именно дадут в 2.4, я буду чуть дальше объяснять. Вот, и, собственно, вот в 2.5 будет выходить Рубилия, кто ее ждет. Но основные персонажи следующего круга, Лани, Кар и Фиона, они в обнове 2.4, потом после 2.5 будет 3, но об этом позже. Давайте перейдем к тому, что нам стоит ждать в версии 2.5. Ну, то бишь, 2.4 и 2.5. Ну, во-первых, при старте 2.4 появятся новые награды за вход, в течение недели вы их получите. Это 5 красных нуклеусов и 5 ваучеров для круток, лимитированных, естественно. Дальше разрабы решили нас завалить ивентами. Первый ивент, который стартанет, это будет ивент, который называется «Охота за сокровищами», из которого вы получите 3 красных крутки, 36 батареек для ресерча, 1000 миры и еще прочую шелуху. Будет он проходить с 30 марта по 6 апреля. Также, разумеется, из-за того, что это водная локация, там будет новый маунт водный, их несколько штук. И ивент, который начнется с 6 апреля и продлится до 20 апреля, один большой ивент, содержит в себе куски на вот этот самый маунт. Короче, сразу вы его сначала не получите, у вас будет затычка, там, чтобы быстрее передвигаться, такой типа глайдер в воде. А сам маунт, мини-пеликан, он будет доставаться вот с этих ивентов. Так что ивент большой, но по наградам ничего не скажу. В любом случае, это второй ивент, который просто, по сути, будет идти подряд. Наград будет просто немерено. Дальше гачапоны с 30 марта по 6 апреля будет гачапон вот с таким вот костюмом. Это продвинутый гачапон, который будет стоить либо 17800 дарк кристаллов, либо 9910 таниума. И в нем можно будет получить костюм, естественно, вот этот, и, естественно, водного маунта, который называется солнечная рыба. Он будет передвигаться быстрее всех других подводных маунтов. Хочу зациклить ваше внимание на то, что все наши маунты, которые сейчас можно достать, передвигаются с одинаковой скоростью. А вот в воде у вас может быть преимущество. Поэтому чуваки, которые задонатили на машинку, сейчас наверняка в тильте. Ну, просто потому что машинка-то под водой как бы не бры-бры-бры. Ну, если ты хочешь делать бры-бры-бры при любых условиях и выкрутить все, что нужно, при том, что там будут очень жесткие рераны, о них я сообщу чуть позже, то тебе поможет спонсор моего канала. Фанпэй. Ссылочка в описании. Залетаем, задоначиваемся. Мама Васи вечно что-то гонит про дом, дерево и внуков. Но Васи не до того. У него клач в компетитиве, и надо затащить любой ценой, иначе пацаны не поймут. А тут этот бессмысленный шум. И когда желание послать маму становится нестерпимым, Вася открывает фанпэй, продает пару АК-47 и посылает ее на море. Потому что маму Васи любит, а новый калаш, ну, это дело наживное. Фанпэй. Зарабатывай играючи. Следующий гачапон с 13 апреля по 20 апреля будет длиться. Он будет содержать себе скин на лань, белый рассвет. Он очень красиво выглядит. И, естественно, пушку в себе он тоже содержит. В этом гачапоне также он стоит 10610 Dark Crystal, либо 5900 Tanium. А он подешевше, как обычный гачапон, но он, естественно, аналогичен гачапону с Linn. Такой же скиновый гачапон, в котором будут очки, две штуки, микрореактор, 5 красных круток, ну и так далее. Типа по дефолту, как мы все и привыкли. Дешевый гачапон, но зато со скином. Владельца лань, ликуйте. Скин обалденный. А теперь о интересном. Бесплатное СССР оружие, но не простое, а ивентовое. Ну, собственно, ивентовое, то, которое должно уйти в стандарт. Насколько полагают датамайнеры, сливеры, то стандарт пушки, вот эти все, Немезида, Клавдия, получается Фрига и... Что там еще? Кобальт-Би, вроде, да? Кобальт-Би, да. Эти четыре пушки уйдут стандарт в версии 2.5. И в 2.4 с 30, собственно, старта с 30 марта по 10 апреля, даже не апреля, даже, получается, мая, будет проходить огромный ивент. И непонятно, как он работает, но там будет шанс на получение главного приза коробку с одним из этих симулякров. Я бы посоветовал забрать то, чего у вас нет, ну, то есть, если у вас есть Немезида, очевидно, не надо забирать на нее консту, вы ее купите за кэшбэк в 2.5. Заберите пушку, которая вам интересна и которой у вас не было. Я бы забрал Клавдию, но у меня и Клавдия Немезида есть, поэтому буду, скорее всего, забирать Бальмунок, то бишь Фригу. Вот, довольно интересная тема, что разрабы решили так сделать, тем более, что новичок, который пришел, сможет забрать себе одно из этих оружий и уже в версии 2.5 апнуть его до C6 в стандартном баннере за кэшбэк. Это очень классно, очень сильно апнет новичков, с учетом того, что с русским языком их наверняка будет больше. Теперь немного душной аналитики по поводу баннеров и реранов от меня. Прежде всего, стоит сообщить о том, что скин, который вы ждете, фри-то-плейный, да, на лин, он почти готов и его скоро выпустят. Возможно, это будет в обновлении 2.4 или 2.5. Вот, насчет баннеров. Да, да, замечательно, Скорпион, спасибо, что мешаешь мне записывать видосы. Короче, насчет баннеров. Смотрите, какая тема. У нас выходит скоро лань, ну, типа 30-го, да, при обновлении, и нас завалят реранами. Скорее всего, с лань будет реран и руби, и кобальта, возможно, еще и анабеллы, то есть тройной реран вместе с лань. Это делается для того, что, опять же, как я и говорил ранее, догнать Китай, и чтобы вы могли все понавыкрутить себе. Поэтому я не знаю, как будут делать не донатеры, но донатить надо будет серьезно, если вы хотите выкрутить себе сборку и так далее. Прежде всего, я советую выкрутить вам лань, а потом уже выбирать между руби и анабеллой, потому что кобальт в любом случае в стандарт улетит. Вы сможете забрать ее за ССР-бокс, да, который будет в течение апреля разыгран условно, и потом апнуть. Поэтому решайте для себя, фаер, чуваки, вам нужна руби или кобальт, или, вернее, анабелль. Я советовал бы все-таки анабеллу крутить вместо руби, анабелла, к примеру, лин и лань было бы неплохой сборкой. По поводу Икара. С Икаром, скорее всего, будет реран Саки и Алисы. То есть тут тоже, опять же, может быть, они и Фригу третьим туда запихают. Вопрос очень остро стоит, потому что реранов будет много. Но, как я и говорю, прежде всего выкручивайте ивентового персонажа, который выходит. Не знаю, насколько конст вам там хватит и так далее. Так что что с фаером, что с фростом, реранов будет дохрена. По поводу Фионы. Сложно. Сложнее сказать, потому что с Фионой стопудово будет рераниться лин, 200%. И если вы хотите делать альтер-пачку, нужно смотреть по статам и по констам. Фиона очень сильный персонаж на Китае. Не знаю, какой она будет у нас. Я бы выкрутил Фиону, чтобы переделаться под хила. Но тут тоже вопросики, сколько я к этому времени круток накоплю. Поэтому для тех, кто хочет запулить себе лин, нужно будет пулить и лин, и Фиону. Или только лин. Потому что лин в любом случае будет актуальна. Она используется для радужных сборок, которые вы так любите. А вот Фиона для радужной сборки, мне кажется, не особо подойдет. Потому что у Фионы свой резонанс альтерада. Она не дает преимуществ, как лин. Но Фиона дает пассивный урон. Причем неплохой, со своих скиллов. И она дает связку с тиммейтом. То есть основная фишка Фионы в том, что она может связываться с тиммейтом, давать ему урон, а под себе приколюшки. Но это все, будем смотреть, как она выйдет. И по поводу Рубилии. Если Рубилия будет в 2.5, то в Реран с ней полетит однозначно, скорее всего, и Феня, и Тянь. И вот тут очень тоже щепетильная тема. Потому что я не знаю, насколько персонаж Рубилия адекватен. По Китаю это типа Powercreep, который супер летает, супер все разносит. Но тут существуют большие вопросы. Я бы посоветовал вам скорректировать сборку с точки зрения того, что сейчас выходит Лань. Если вы Fire, чувак, то однозначно Кобальт, к примеру, вам крутить не надо. Потому что она улетит в стандарт буквально через месяц. Если вы хотите себе Fire сборку, то я бы посоветовал крутить Аннабеллу. Если вы хотите иметь универсальную сборку, то крутить Лань. Почему? Потому что Лань это танк. Лань это танковый перс, который, скорее всего, будет в будущем в танкосборке использоваться с Феней. Вот танкосборку радужную я понимаю. Феня, Лань и любой другой перс, который может быть в танке. К примеру, та же Саки, да, у вас будет ААА-резонанс. Тут вопросы понятные. По поводу Фроста. 100% икар нужен. Если Алисы не было, докрутить Алису. Фрига хер с ней уйдет в стандарт. С Альтрадами тоже такая тема, с Вальтами тоже такая тема. В общем, 2.4 будет супер оживлять игру. Если, конечно, кто-то считал, что она мертва. Если действительно русский язык опрувнится, у нас будет много новичков. Если ты новичок и желаешь куда-нибудь поехать, то вот тебе сейчас внизу мой сервер. Элюпиум он называется. Заезжай, у нас дофига мест. Ну, как дофига? Уже, конечно, меньше, чем было. В гильдии довольно активный сервер. Приезжай, не надо ехать на Астору. Там токсики. И касательно локации, многие считают, что версия до 2.4 это типа ОБТ. То есть разработчики не тратились на рекламу и так далее, просто потому, что игра в старом формате. Что значит в старом формате? Это значит, что все вот эти интерфейс-штуки, сука, скорпион, все вот эти интерфейс-штуки, которые вы видите, они будут переработаны. Начиная от элементарного, да, батл пасса вот этого, который вот у нас сейчас вот так выглядит, на Китае он выглядит совершенно по-другому. Заканчивая крутками, приколюхами в виде рангов мира, уровней мира, как в Геншине, приколюх в виде развития персонажа, в виде новой брони и так далее. То есть после 2.4 это самое крупное обновление в тофе, которое выходило вообще. То есть даже на Китае оно сейчас является самым крупным. Он добавляет локацию, куча новых механик, куча редизайна, и игра становится более свежей. Поэтому если вы собираетесь влетать в игру, это именно тот момент, когда это надо сделать. У меня на этом, в общем-то, все. Выйдет 2.4, будем смотреть. Скорее всего, 2.4 я буду стримить на Ютубе, чтобы все посмотрели, чтобы запись сохранилась. Но на Твич тоже не забудь подписаться. Ссылочка находится в описании. И там же находится ссылочка в Телеграм. В Телеграме мы постоянно болтаем, обсуждаем какие-то нюансики и так далее. Всем спасибо за просмотр. Кто внимательно смотрел на экран, за время этого видео было 3 промокода на Dark Crystal. И чтобы тот, кто смотрел первым, не залутал их быстро, это все было на внимательность. Поэтому нашел кодик, вписывай, получай награду. Спасибо за просмотр. С вами был C-VS. Увидимся в, надеюсь, локализированной версии 2.4 Tower of Fantasy. До новых встреч.